привет у нас сегодня предпраздничный день ну как вы знаете пасха завтра пасха или то он немножко приукрашает у нас сейчас покажу решила приукрасить колечки вот эти то что мы делали показывали еще раньше вот она ленточки нашла будет у нас праздничные все завязывать я сегодня ездил виктор приехал еще покажу а чтоб он дома там не сидел сам решили вместе на великодень правильно я говорю на великдень да ну да погода непогана с утра было хмарно а сейчас он и небо почти чистые вообще-то красота если бы не ветер ветер конечно сдувает ну и купил я мясо а как же редкость у нас приготовим мясо дров немножко наготовил но еще есть если что и будем нас и отпразднуем велик день ну и все красота ого Витя хочет посмотреть что там с парником и Маруся с нами тоже идешь проверять пойдем-пойдем Марусь идем-идем-идем красавица у тебя здесь петрушка а ну да уже цветет а ну открывай что там а 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 тачк а а да главное быть тепло пошло будет красота у нас ну вот так ну все угли догорают и нанизываем наш шашлык вчера замариновали где-то после обеда так что и сейчас около обеда нормально про почти сутки постояла и у нас тут есть и ребрышка и ошеек я решил все на шампурах они нормально понадевались я думал ребрышки на решетку а ведь по классике на шампурах но будет и то и то на шампурах на нормально наделась поэтому вот так поехать думает будет отлично угольки наши готовы и шашлык тоже и раскладываем так что будет отлично я надеюсь все пускай жарится будет красота виктор куда-то на разведку пошел а он был там полезно вербу нашу очень красиво он зацвела как не знаю даже это алыча похоже это где-то знает какая красота и 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 ну а так пошел я смотреть за шашлыком и холодно даже у нас шпаки тут воевали воевали когда тепло а сейчас холодно они даже перестали воевать между собой у нас же тут жили тут одно дупло вот там второе есть он он там третий есть и тут скворечник тоже есть так что тут много квартирный дом можно сказать но будет видно будет тепло будут жить прошлом году жили да и все остальные года там было уже начинает румяниться шашлычок наш можно сказать готов он немножко чуть больше зарумянился чем хотелось бы но внутри то было сыроватое поэтому пришлось вот так ну я и накрываю само собой ну я думаю отлично так что сейчас уже снимаю уже там все готово и ошейок он принципе сочный будем праздновать и солнышко появилось то что я и говорил виктор он уже сидит ждет греется да вот и ветер пропал так что все нормально пойдем наверно в дом хотя если такая погода можно было бы и на улице но погода это вроде бы ненадолго потом опять дожди могут быть вроде ну будет видно будем доме праздником вас ну вот и все праздники закончились у нас так что и едем отвожу виктора домой вот у него рабочий день еще сегодня уже начался да ну и погода у нас настроилась ну все вперед приеду будем заниматься у меня тут есть срочные работы опять непредвиденные ну что отвез я виктора вот и надо приступать к непредвиденным нужным текущим проблемам которые последний месяц буквально навалилась уже переломалась все что можно переломаться было и еще не все и еще с машиной тоже возникли проблемы но это позже расскажу а тут что ну вот кто знает это груша насосную станцию я их уже поменял не знаю сколько штук ее нападает где-то на год либо на полтора все насосная станция перестает уже работать включается очень быстро выключается естественно давление в уши падает я думал может где-то чуть поддравила воздух ушел нет подкачивать оттуда вода все груша прохудилась но это одно такое дело правда чтобы ее менять это надо насосную станцию вытягивать это намного сложнее для меня и сдох перекачивающий насос вот такого вида он точно такой был у меня не желтый а голубой вот так и я их уже за все время два поменял они китайские но я сначала не знал он поработал один где-то года два другой года полтора и вот ему хана я уже ее доставал горит двигатель ну вот этот уже достал давай прозванивать там отмотка одна целая другая разобрал раскрыл и увидел как говорится перегорелый вроде такой проводочек туда а он не медный он алюминий и те двигатели с алюминиевой обводкой я таких двигателей еще не видел вот вот что делают китайцы естественно его на год работы хватает и все ну я спаял тот проводочек там было подгорелые места как говорится ну благо у меня был флюс для пайки алюминия вот и он спаялся ну после того проработал буквально две две недели наверное и все и уже сдох окончательно поэтому бегал искал у нас на рынке вот в магазинах нету но я не ездил куда-то еще это в райцентре и на рынке еще осталось какие-то поставки это не китай это польский насос и однозначно медная обмотка меня этот заверил говорит я знаю китайский так это двойная цена из-за того что он медная обмотка все габариты фланцы такой же самый насос только с медной обмоткой ну с медной обмоткой это 10 лет будет если его не перегружать а что он будет перегружаться у меня вот он будет работать и 20 лет вот такой вроде в гривнах 1300 гривен вот этот а те покупал вроде гривен 600 700 ну сейчас цены немножко поднялись вот первый я вроде вообще покупал но это уже было лет 5 назад ну года 4 назад то гривен за 400 наверное или даже 300 с копейками потом стало 500 600 где-то вот а вот этот 1300 и то я в него последний забрал может другие где-то были уже поставлю то явно будет это перекачивающий насос у нас сложная система как говорится избавление от железа кто смотрел ранее видео те которые когда мы строили скважину там долбили и что я туда ставил фильтр очистки и так далее железо превосходило в несколько раз от нормы и проблема значит фильтр ставится ну там два вида железа одно валентное двухвалентное и трехвалентное я уже не помню какое из них и одно растворимое которое полностью растворимое в воде оно без кислорода а фильтр его не берет вот и стоит станция аэрации ну не станция это можно сказать бочка где распыляется вода вот и она насыщается кислородом и вот это одно валентное я не помню уже железо после кислородного дополнительного окисления оно становится двухвалентным и уже это как микрочастицы там наночастицы какие фильтр уже их берет ну когда насос сдох не работает я перекрыл станцию благо я это все предусмотрел там краники перебросил ничего не надо пересоединять насос выключается и со скважины сразу накачивает накопительную емкость ну через фильтр но без аэрации и этот набираешь воду на следующий день она желтая ну не такая ржавая как без фильтра но все равно она желтая и то железо уже окисляется по ходу а если в ванну набираешь воду тоже желтая вода она уже окисляется тут а фильтр не выделяет поэтому вот поставлю насос заменю вот этот включу нашу аэрацию ну будет так и как и было то есть по железу я проверял у нас ниже европейского уровня почти в два раза на аналижи сдавал после вот этой аэрации этого фильтра по железу раза в два даже меньше чем допустимая норма по железу ну а вот по жесткости жесткость она не убралась а это другие там металлы полезу вытяну этот насос благо этот меняется там более-менее нормально он стоит у меня на самом фильтре там две колонны ну кто видел тот знает кто не видел еще просто покажу ну вот кто не видел прошлых влогов я в нашей можно сказать скважине вот наши две колонны фильтра очистки по железу вот это вот перекачивающий насос как вы видите ну это китайское дерьмо ну вот это накопительная емкость через которую уже с нее берет насосная станция вот в ней сдохла груша видите чтобы поменять ну не знаю буду отключать может вытягивать не буду переверну его так и поменяю вроде последний раз я менял грушу но не доставал вот потому что доставать довольно сложно но это все надо будет подсоединять чтобы его так перевернуть и сменить грушу ладно насос я сейчас поменяю вот не открутить тут фланцы все соответствует вот это и проводка и вот это же у нас вот бачок с аэрацией видите там два душевых этих стоят навстречу друг другу ну а то плавающий концевик можно сказать уровня так само он и здесь есть вот его датчик ну короче не буду доставать то есть сейчас мы поменяем вот этот насос а потом будем менять грушу вот достал я уже этот двигатель видите вот он вот такой а главное что тут алюминиевая обмотка двигатель как бы хороший все отлично вот это добивает ну все говорят что то китай так что вот так и сейчас вот какой я купил вот это фирма оптима вообще-то сейчас мне надо переставить переставить вот эти фанцы а этот как раз под металлопластиковую трубу вот вот сюда заглушки снимем ну все я его проверил вот все работает все пускается снял эти защитные пластиковые не закручивается вот все нормально сейчас закручу вот эти фланцы и вот такую функу есть белая и желтая белая более тонкая желтая поплотнее и желтую в основном используют для газовых сетей трубопроводов там и так далее она более лучше более надежная но она плотнее она раза два или три плотнее чем та та тонюсенькая такая и 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 ну вот и все все отлично иду ставить забыл показать на коробке вот смотрите двигатель нарисована стоп процентов коппер ну стопроцентная медь обмотка ну разбирать проверять не буду ну время покажет все я там уже поставил сейчас все покажу я никак лестницу сюда не сварю деревянная уже поломалась на ней можно грохнуться короче вот он желтенький стоит все подсоединено тут надо было переключить провода потому что по-другому работала наша аэрация вот она его час запускаем так здесь все включено вот пошел глубинный насос здесь насыщение кислородом закрываем туда ничего не падало дальше там еще один фильтр и что-то тут у меня течет вот так офигеть вот шланг вот этот шланг надо менять ведь вот так шланг начал течь но мы сейчас поменяем я щас покажу включаем перекачивающий насос вот все заработал сейчас он должен подтянуть воду кстати пути зайка спустить воздух не думаю он подтянет пока не подтягивает все он подтянул уже воду сейчас пойдет все здесь выключилась датчик сработал и все аэрация закончилась и вот вот это все этот перекачивает после аэрации через вот эти два фильтра вот так и вот сюда в бочку здесь свой стоит тоже датчик как раз на этот насос который его выключает когда набирается полная и потом уже насосная станция и дальше мне сейчас насосную станцию разбирать надо все это откручивать ставить ее на папа как говорится и доставать эту грушу один интересный момент вот этот насос оптима и оптима и насосная станция у меня тоже опти оптима видите вот а вот тут написано польска по-польски что-то написано оптима вот и с насосом с двигателем никаких проблем осоединил наши металлопластиковые трубы это тут на улицу кусочек и вот это в дом там все отсоединил и теперь я могу добраться до груши снять вот этот фланец и заменить эту грушу открутил я этот фланец вот тут это наша груша вот блин достал я вот такая груша вот так вот тут резина еще гибкая вот здесь вообще непонятно какая где тут чтобы она порвалась как бы нет но под давлением возможно где-то что-то там сочится сейчас запахну туда новую закрепить поставить на место еще покажу все поменял все закрутил подсоединил уже трубы много не посмотрел провода через трубы перепутались а уже отсоединять не хочу ну так и будет тут натяжка мне вот чуть и потом уложить вот но прежде чем включать тебе надо накачать грушу сейчас возьму насос с авто и накачаем где-то 1 и 3 1 и 4 вроде атмосферы грушу накачал вот смотрите все где-то 1 и 4 вот есть подачу дом пока я закрыл вот тут открыто туда наверх там это все отсоединяем надо проверить не травит ли наш этот проверяется дедовским методом слюной если бульки не идут значит золотник они не идут золотник держит нормально все насос убираем и включаем нашу насосную станцию поехали а вот у нас датчик давления воды вот пошла накачка все сейчас мы все проверим наружным этим так насос можно забирать и вылазим отсюда блин когда я лестницу сюда сделаю металлическую это уже вся протрухла на хрен ступеньки уже несколько попадала так можно и упасть делаем вот и вот сейчас мы откроем кран ухты и и когда в трубе воздух вот так она делает все он насос уже ну не надо проверить и все остальное и чтобы аэрация включилась автоматически и перекачивающий насос включился через этот фильтр и наполнял ту эту то есть надо проверить полную всю программу а то что это насосная станция грушу поменял ничего нету а вот это все надо проверить чтобы работала так что это чуть займет время мне надо будет слить эту воду и он наша маруся гуляет вот так ну в общем пускай забирает с бака воду а потом включится уже тот насос на заполнение аэрации и так далее и все я проверю чтобы она работала на сегодня будет уже все потому что немножко и устал можно сказать вот так так что смотрите нас будет еще много чего видите интересного и непредвиденного поломалась уже что могло поломаться про автомобиль я еще расскажу и покажу когда буду там чем-то заниматься но мне надо много чего почитать так что так все удачи всем всем чистого мирного неба слава украине и и